когда люди уже не просто студенты они поработали 10-15 лет они почувствовали что профессия дело которым они заняты их трансформировал то есть не они трансформировали дело которым занимались а дело трансформировал то есть есть же абсолютно очевидные профессиональные искажения восприятия когда дизайнер начинает недостатки видеть во всем и во всем постараться их не просто там с эстетической любых позиций с позиции функциональной экономической по-другому решать и вдруг оказывается что человек проработал 15-20 лет его не удовлетворяет то что у него классные там творчески качественные заметные проекты его не удовлетворяет то что он в окружающей действительности начинает замечать все больше и больше недостатка все больше и больше недостатка в своей работе мы недостаточно что работу просто приняли, она там какая-то заметная, ему хочется, чтобы он чувствовал внутри этой работы собственный рост. Поэтому невозможно взять и вытащить из темы дизайна, вытащить человека. Потому что мы, с одной стороны, влияем на общество, так или иначе, и создаем какую-то определенную в обществе атмосферу дизайна. Потому что хороший дизайн приложения, там, Яндекс.Такси или какой-нибудь там Mail.ru почты, которые позволяют человеку быстро решать какие-то свои задачи и получать удовольствие от жизни. Это дизайн, дизайн, это меняет человека, да, потому что человек привыкает быстрее получать удовольствие от жизни. От того, как естественным образом протекают многие вещи легче и интереснее даже, насыщеннее. То есть, конечно, это влияние, это не просто ты в правильном положении кнопки расставил в интерфейсе, а ты продумал, как человеку будет легче одной рукой получить то, что он хотел бы получить. Поэтому это, в этом очень много человеческого, то есть вот дизайн, он вообще весь про человека, конечно же. Дизайн мышления предполагает, что это проектируемое мышление, то есть, что ты создаешь определенные шаги и стадии, что ты вот здесь анализируешь информацию, выделяешь из этой информации главное, ценное, это ценное привносишь в творческий процесс создания чего-то, ну, как бы, нового, да, там, самого себя. А потом это проверяешь, то есть, по сути, вот он, некоторый цикл, то есть проверяешь на уровне простого прототипа чего-то, что похожим образом может работать, как ты задумал, попробовал, действительно работает или не работает, значит, передумываем, меняем. Этот характер мышления очень подходит предпринимателям, этот характер мышления очень подходит людям, которые вообще связаны с такой ценностно-ориентированной коммуникацией. То есть, когда тебе нужно с другими людьми договориться, и ты думаешь, какой их интерес, чтобы договориться со мной, вот такой, про что тогда я должен им сказать, про это, каких ошибок я не должен совершить, вот этих, вот этих, давай попробую, проговорю эту вещь сам, проговорил убедительно, да, начинаем разговор, вот, то есть, этот подход мышления, он может быть очень многим полезен. Русский человек, это человек текста, человек слова, русского человека легко можно попросить писать стихи, уйти, и он будет писать стихи. Это я заметил совершенно недавно, вот я недавно был в Перми, и вдруг удивился, что у меня совершенно разная была аудитория, были взрослые люди, преподаватели, предприниматели, были студенты, были школьники средних классов образовательной школы в одной аудитории. И когда им просто предложили написать четверостишья, все сидели и писали четверостишья, потому что это привито нашей культуре. И поэтому, наверное, русская форма мышления, это через язык, через артикуляцию, через вербализацию добиваться модели. То есть, дизайн в этом отношении, русский дизайн в этом отношении, это дизайн, который можно объяснить словами, выразить словами, что это похоже на это, потому что это такое, потому что это вот такое, потому что это необъяснимое, чего-то, что я чувствую. Но нахождение таких вот, ну, вербализированных формул, возможно, этого недостаточно, то есть это очень близко другой, условно, культуре, которая воспринимала себя как имперскую, австрийская культура или, например, культура Великобритании. Потому что это связано с тем, что мы многоязыковая национальная группа вообще, и она предполагает, что мы сначала, а, договариваемся о каких-то общностях, а потом принимаем общее решение. Поэтому здесь и британский дизайн, он очень любит умное решение, то есть то, что в британском, в английском языке называется «witty». То есть вот такой, как бы, ну, не заумный, а такой с умной вложенной мыслью. То есть нам нравятся объекты, которые простые, работают, но при этом, когда мы начинаем разбираться, мы видим, что там есть закладочка. Какая-то умная, вложенная туда мысль. В компьютерах Apple она есть, то есть ты берешь и понимаешь, что, нажав на кнопку, ты слышишь специфичный щелчок, специально спроектированный, чтобы тебе сказать «все, открылось», то есть не нажимай 300 раз, «я открыт», «щелк». В русском дизайне, в российском дизайне этот же щелчок дает нам немножко другое понимание, то есть он будет, например, не таким громким, но он явно будет кнопка выступать слишком сильной, нам будет казаться «о, какая грубая вещь». Но мышление человека нашей культуры предполагает, что ты всегда действуешь в экстремальных условиях. Это замерзший объект, это варежки, это одна рука, во второй руке ребенок или сумка или еще что-то, и это зима, это варежка, поэтому кнопка торчит сильнее. И другой человек смотрит, говорит, какой уродливый объект, у него сильно торчит кнопка. Человек, который пользуется этим, русский человек, который пользуется объектом, созданным русским человеком, говорит, какой ты молодец, ты знал, что я буду в варежке. Ну, и ты знал, что эта кнопка будет торчать, ты знал, что мне будет неслышно, потому что я буду в шапке, щелкает, она не щелкает. Но я точно буду по прикосновению понимать, что вот, как бы открыто. например ну то есть я так вижу и с этим можно совершенно спокойно спорить я как почувствовал это так сказал вот в этом тоже что-то русское есть как почувствовал такой сделал интуитивно не через разу